Библейский портал экзегет.ру представляет 13 глава второй книги царей или царств в прежних переводах для библейского портала экзегет читаю свою собственную и его немного комментирую Ну вот 12 и 11 главы они были посвящены тому, что сделал Давид и тому, что из этого получилось А именно он взял силой жену своего подчиненного, подданного, который в это время был на войне Потом сделал так, чтобы он погиб на войне и уже взял эту женщину себе в жены После чего пророк Натан пришел к Давиду, обличил его в этом и сказал, что за этим будет наказание И в частности он говорил о том, что жены Давида, у него так много жен, они тоже будут только не тайно, а на дневном святу отданы другому И не сказал, как и что это будет Но смотрите, вот 13 глава, она начинает историю, которая к этому приведет В чем, собственно говоря, главная проблема Давида в этих историях, которые мы читали только что Ну потому что он должен быть, собственно говоря, наместником Господа над его народом, над Израилем И его царский престол это как раз, собственно, исполнение обязанностей царя, поскольку подлинный царь Израиль это Бог А он ведет себя не как наместник, а как восточный деспот, который, собственно, отбирает, чего он хочет И при этом, конечно, как раз именно его половое распутствие, его любовные приключения становятся чем-то таким вот центральным в этой истории Затем произошло вот что У сына Давида Афшалома была красавица-сестра по имени Тамара Ее полюбил сын Давида, а другой жены Амнон Ну мы знаем, что у Давида много жены, и поэтому, соответственно, эти сводные, как это правильно называется, братья и сестры Они живут достаточно так, на дистанции друг от друга, да Это не то, что прямо одна семья И вот брат полюбил сестру Бывает До того тяготило Амнона в лечении к сестре его Тамаре, что он заболел Ведь Тамара была девушкой, Амнон не знал, как к ней подступиться Был у Амнона друг по имени Йонадав, сын Шима, брата Давида Йонадав был очень умным человеком Он спросил Амнона Отчего ты чахнешь день от дня, царский сын? Поведай мне Амнон ответил ему Я полюбил Тамару, сестру моего брата Афшалома Да, то есть он даже не называет ее собственной сестрой Понятно, вот Если он в нее влюблен, то как же он будет говорить О ней, как о сестре И еще один момент Вот сестра это все-таки Та, кого надо защищать, кого надо ценить, уважать А вот я влюблен в девушку Она может быть просто объектом моей страсти И для него это явно так Йонадав сказал ему Ложись в постель, скажи с больным А когда отец зайдет проведать тебя Попроси его, пусть придет сестра моя Тамара И покормит меня пищей, которую приготовит прямо при мне А я поем из ее рук Ну такой каприз больного, да Амнон лег и сказался больным А царь пришел проведать его Амнон попросил царя, пусть придет сестра моя Тамара Да вот уже сестра Когда он хочет ее заполучить к себе То формально называет сестрой Пусть придет сестра моя Тамара И прямо при мне испечет две пряных лепешки А я поем из ее рук Давид отправил к нему Тамару Сказав ей, ступай в дом брата твоего Амнона Приготовь ему кушание Тамара отправилась в дом брата своего Амнона Он лежал, она у него на глазах замесила тесто Сделала и испекла пряные лепешки Она поставила блюдо прямо перед ним Но он не стал есть Амнон приказал, пусть все оставят меня И все оставили его Ну да, такой капризный, больной А Тамаре Амнон сказал Отнеси кушание в спальню И я поем из твоих рук Вот он пытается ее затащить Собственно говоря, во внутренний покой Где никто не помешает Но когда она поставила еду перед ним Он схватил ее и стал говорить Давай ложись со мной, сестра моя Она отвечала ему Нет, брат мой, не позорь меня Не делается так в Израиле Не поступай так безумно И я, куда же пойду я с таким бесчестьем А ты прославишь в Израиле безумцем Ты лучше поговори с царем Он не откажет тебе в браке со мной Я не уверен, что Давид согласился бы На брак своих двух детей В общем-то это нарушение И во всех, наверное, культурах Есть, как правило, запреты на браке Между, пусть даже сводными Братьями и сестрами Но в этой ситуации Есть самое главное Как-то вырваться отсюда И вот интересно Опять-таки Они называют друг друга Сестра и брат Но для него Это способ уговорить ее Она напоминает Ты же брат мой Как ты себя ведешь По отношению ко мне И куда я пойду Вот Мы только что видели Историю про Женщину, которую Давид просто взял себе Как берут вещь Батшеву А здесь Тамара Она ведет себя По-другому Чем мы читаем В описании Батшеву Батшева тоже, возможно Сопротивлялась Говорила, по крайней мере Царю не надо Я замужняя жена Я не хочу Но мы об этом Ничего не знаем А здесь мы видим Что все-таки После той истории Когда женщина Воспринимают Как предмет Как вещь Которую можно схватить Украсть Обменять Вот что Сама она себя Так не воспринимает И поэтому Кстати Вот эта самая Вторая книга царей Она отчасти И третья Следующая За ней начало Они отчасти О том Что женщина Тоже человек Вот для нас Это скорее очевидно Хотя может быть Не для всех Но так принято считать А в древности Так не было В древности Женщина очень часто Успринималась Как некий предаток К мужчине Как действительно Собственность Как его актив И вот История о том Как повторяется Вот такое отношение К женщине И как Давид Сделал Так делает его Сына В шалом И тоже Ничего хорошего Из этого не вызов Но он не стал Ее слушать Взял ее силы И лег с ней А потом Амнону Стала Она отвратительной Было этого Отвращения Сильнее Того влечения Которого он испытывал Прежде Вот интересно Ничего себе Свою жену Устроить Свою жизнь Опозоренная Изнасилованная Девушка Но он Он не стал Немножечко Все это Устроить Ну Он уж Совсем Как-то По-хамски Себе повел А она Это выносит Наружу Ее брат Афшалом Спросил Ее Уж не брат Литвой Амнон Был с тобой Но лучше Молчи Ведь он Твой брат Не принимает Его к сердцу Тоже Ничего Братик Да Вот Ой Ладно Не будем В это Лезть Скандалы Нам не нужны В семействе Помалкивай Да Вот Все-таки Она еще Вещь Но она Уже Не хочет Ей быть И Тамара Стала жить В одиночестве В доме Своего брата Афшалом Когда царь Давид услышал Об этих событиях Он сильно Разгневался Афшалом Жене Говорил Оно Недоброго Нихудого Слова Интересно Что Это Сходит Оно На срок Афшалом Не мстит За сестру За полную Сестру Давид Не наказывает За этот поступок Вот Попытка Сделать Чтобы все Было Шито Крыто Не нужен Нам скандал В благородном Семействе Да Там Золотая Молодежь Поразвлекалась Лишнего Себе Напозволяла Ну С кем Не бывает Не будем Обращать На это Внимание И вот Такой Подход Он приводит К очень Серьезным Последствиям Да Вот Эта глава Она еще Про то Что зло Должно Останавливаться И пресекаться Мы Читали Скажем В самом начале Книги Вождей Или Судя О том Как Там был Священник Иль Вполне Благочетивый Человек Но его Сыновья Себе Много Лишнего Позволяли В том числе И с женщинами И он Их Не останавливал Он им Так Выговор Сделал Но они Плевать На это Хотели И он Ничего Не стал Предпринимать Дальше За что Был наказан Дальше Все пошло Гораздо Хуже Библия Периодически Говорит О том Что явно Совершившееся Зло Должно Быть названо Злом И должно Быть Остановлено И наказано Иначе Это провоцирует Новую волну Зла Что и произойдет Дальше Двумя годами Позже Два года Эта ситуация Тянулась В Шалом И стригли Овец Бааль Хацурич Возле Ефрема Стрижка Овец Это праздник То есть Вот овцы Нагуляли Там шерсть И эту шерсть Собирают Зовут Всех Угощение Он пригласил Тогда всех Царских сыновей Их много А в Шалом Пришел к царю И попросил У меня твоего слуги Стрижка Овец Так пусть царь Со своими слугами Отправится на праздник Вместе со мной Царь ответил Своему сыну А в Шалом Нет Если мы все пойдем То будем тебе Только в тягость Ну зачем царю У него куча сыновей У каждого где-то участок Он будет что Обходить всех По поводу Стрижки овец Уборки Винограда Но он тогда Больше ничем другим Заниматься не будет Как не упрашивал его А в Шалом Тот не соглашался Пойти Но отпустил его С благословением Тогда А в Шалом Сказал Растак То пусть пойдет с нами Брат мой Амнон Царь спросил А ему Зачем идти с тобой Но А в Шалом Упросил Давида И тот отпустил с ним Амнона И прочих царских сыновей Специально Выстраивает Так линию поведения Папочка Ну пойдем Пойдем Ну пожалуйста Ах ну ты не хочешь Ну давай Его вместо себя Отправь Да Он хочет заполучить Амнона в свои руки Два года Он вынашивает Этот план вместе Два года Давид ничего не делает Чтобы разобраться С ситуацией Ну и тогда уже А в Шалом Как хочет Так и поступает А в Шалом Приказал своим отрокам Так Смотрите Когда Амнон Развеселится от вина Я велю вам Сразить Амнона То убивайте его Без страха Ведь это же мой приказ Крепитесь И будьте мужественны Убить царского сына Неслабая задача И слуги Наверное колеблются Но Они понимают Что Они всего лишь Исполнители Утраки А в Шалом Поступили с Амноном Как и приказывал им А в Шалом Тогда все царские сыновья Вскочили Сели каждый на своего осла И бежали Когда они еще были в пути Дошел до Давида Такой слух А в Шалом Сразил всех царских сыновей Ни одного из них не осталось Наверное Слух Пущин специально Да А в Шалом Мастер спецоперации Мы это еще увидим И он хочет Чтобы Давид Пришел просто В полный ужас Когда ему скажут Да нет только одного Он скажет Ах ну ладно Слава богу Хотя бы так Да То есть Чтобы весть об убийстве одного Показалась ему Ну радостью По сравнению С ложной вестью Об убийстве всех Царь встал Разодрал свои одежды Пал на землю Все его слуги Стояли с разорудными одеждами Но Йонадавсон Шим и брат Давида Сказал Нет Пусть не думает Мой господин Что погибли все отроки Царские сыновья Это был только Амнон Ведь А в Шалом Замышлял это с того самого дня Как Амнон Обесчестил сестру его Тамару И пусть не принимает К сердцу господин Мой царь этого Будто погибли все Сыновья царские Нет погиб только Амнон Ерунда какая Да У тебя сына убили Ну не волнуйся У тебя еще их много Вот Мы видим Что Давидом Начинают Манипулировать его ближние Что Давид Великий грозный царь Не очень справляется С собственным домом Бывает такое Да А в Шалом Тогда бежал А стоявший на страже Утрых Заметил Как множество людей Спускается по дороге С горы Что на западе Йонадав сказал Царю Это и есть царские сыновья Все именно так Как сказал я твой слуга Едва он закончил Это говорить Как прибыли царские сыновья Подняли громкий плач И сам царь Со своими слугами Зарыдали во весь голос Да Все таки оплакивают Амнона А в Шалом бежал Тогда к Толмаю Сыну Амихуда Царю Гешура И оставался там Три года Да То есть еще одно Соседнее царство И он живет в изгнании А Давид Что нигде не оплакивал Своего сына А в Шалом бежал В Гешура И оставался там Три года Царь Давид Не стал тогда Преследовать Амнона Ибо утешился О смерти Амнона Ну варианты перевода Не стал преследовать Или не гневался Или затасковал То есть Ему жалко Дух сыновей Вот вражда между Братьями Они уже далеко От родного дома И Давид тоскует По обоймам И по умершему И по тому Кто вынужден был бежать И здесь бы можно было Как-то разрешить Эту ситуацию Но она разрешится Очень плохим способом И об этом Следующая 14 глава